В принципе, весь проект Украина – это идея польская, причем достаточно давняя. Когда Русь распалась под ударами кочевых племен, заметная часть территории Руси попала под польский контроль в различных формах. И когда началось возрождение и воссоединение Руси, поляки, естественно, всячески пытались это затормозить. Один из использованных имя приемов был такой. Они пытались доказать, что настоящие русские – только те, кто пока подчинен полякам, а те, кто уже воссоединился – это вообще не русские, а черт знает кто. И вот в рамках этой пропагандистской лжи, среди прочего, придуман и термин «Московия» применительно к России. Сами русские себя так никогда не называли. И, скажем, титул Ивана Третьего Васильевича Рюрикова, того, кто добился для России формальной независимости от кочевников и их политических наследников, был государь и великий князь Московский и всея Руси. А его внук Иван IV Васильевич, первый, кто официально возложил на себя титул «царь», именовался полностью великий князь Московский и царь всея Руси. Таким образом, русское государство само никогда не носило название «Московия», а название это придумали противники русского государства. А сейчас именно те, кто когда-то был воспитан поляками, а потом австрийцами, ибо заметная часть Польши, в том числе и оккупированной Польшей части России, оказалась на рубеже XVIII-XIX веков под властью Австрии. Так вот, именно те, кто воспитан в рамках этой пропагандистской кампании, сейчас захватили власть над Киевом и некоторыми соседними с ним регионами России, и они, естественно, опять пытаются сделать вид, что вот то, что они захватили, это и есть вся Россия, и русским незачем стремиться к воссоединению. То есть это не проявление наглости террористов, захвативших в Киеве власть два года назад, а это очередной рецидив той духовной болезни, в рамках которой стала возможна именно такая форма террора. То есть мы можем смеяться над наивностью людей, считающих, что стоит им поменять название, и все у них пойдет хорошо, но, к сожалению, это очередной рецидив очень давней политической заразы. Продолжение следует...